У меня есть только мои яйца и мое слово. И я ими очень дорожу. Понял? В смысле, японский пирог, по мне это как фундамент. Фото растяжки, делал от белого, от прозрачного. Фото, 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 фото. Я люблю сериал, дараму, читать мангу. А еще за это шоу ебало. Антоха сколько-то времени уже сидит над проектом на московский тату-фестиваль. Они будут делать коллаборацию с Алексеем. Орнаментал тату. Идеи русские сказки. Василиса Прекрасная в Адидасе. Орнаментал вокруг нее будет. А есть какой-то набросок, как будет? Или это мы только на фестивале? Это мы ждем Леху. Да. Он прямо сейчас в реальном времени сидит делает. Вот Оля сказала вам передать чемодан вот этот большой. И сегодня вы летаете, завтра участвуйте в коллаборации. Вы два мозгоеба Антона и ты. Режем на койку. Два талантливых художника. Люди, которые сильно заморочены на том, какие качественные соединения должны быть. Какой смысл. Красиво. Есть волнения? Очень сильные всегда. Конечно есть, блин. Но мы сделаем от себя все возможности. Но всегда пересчитываем. Давай рассчитываем Бэшшов взять, да? Я хочу твое мнение спросить. Ты заценил отсылку к Дюни? В виде Олени? Да, я смотрел, кстати. Недавно посмотрел. Ну вообще там тексты и грамотные написаны. А не привет, блин. Картина шедеврная. И это еще в процессе. А, ты только увидел? Только сейчас. Я не видел, что ты здесь адресовала. Там ко мне, наверное, пришла Ксюша, да? Да? Нет? Давай нет, проект. Давай проект, Леш. Вон там. Я в YouTube ролик смонтирую. Что у вас гемор? На чем думаете-то? Уже сегодня не летаете? Ну, я сейчас вот колоски хочу рисовать. То есть тебе понравилась идея с колосами, да? С колосками ты думаешь, как их грамотно разместить, да? Да. Все сейчас, как заканчивается, татуировка внизу будет. А бесплантовые варианты, которые были, есть показать? Ну, они, в рукахе там на iPad. Что с собой берешь? Леха. Вообще, макс-бо. У меня даже, блин, 5 машинок, 10 литин. 7 проводов. Может, и удлинитель возьмешь, чтобы не было потом сложности с этим. Хорошая идея. Что они? Что такое там? Что сломало? Вот мебель, блядь, вот так вот. Все супер. Это не Саня Натаси на лампах. Я говорю, чувствую их волнение. Я вот прям здесь сижу, хотя я вообще нигде не... Даша, не четко, что клиент там тебя стоит, тоже ждет. Он сам попросил. Я в руках, конечно, я замашу. Ну, ничего. Получки выкучили. Чеку налила, а что пока? Сейчас. Сейчас. Трансфер, да, готовишь? Что у них там что-то не сходится? Там получается один объект больше, чем другие, они так не планировали. Я разобрался, слава богу, Оксана. Все, я полетел в Москву. У нас тепло, 20 с чем-то градусов, а у них 12-15 вургановетер. Мы пришли, мы прошли уже два пункта. Прочайший путь вам подрежу. Как это сказать? Охрана, да? Два пункта охраны. Леха, ну что, как у тебя? Волнение есть? Нету. Нету? Покажи, вы трансфер перевели, да, уже? Ничего не понятно, но очень интересно, да? Вот именно, что ничего не понятно. Леди начинающих, вот, первый раз участвовал, было страшно, но Василий меня замотивировал, и то это только дает мне большой рост и развитие. Ну, в октябре будешь участвовать? В октябре обязательно буду. Все новые судьи, говоришь? Один точно. Странно. Мы здесь частенько бывали, просто не участвовали, в интернете. Вот, участвуйте в Лиге Тотоблик. Давай, пойдут, сниму, там девчонок делал в группе. Лига, да. Сейчас целый. Вон, будем, регались. А, вы что, не регались еще? Нет, мы там должны быть еще. А почему с той девчонки работали? Потому что прямо должна быть. Все, для симметрии. Так, все у нас процесс прошел, да? Антоха, у тебя два дня всего. Что, не больно делать, нормально? Нет, не больно. Даже местами приятные. У тебя два дня не стащит. А ты скажи, что я тебе подушку еще подогнал. Да, Вася красавчик подогнал мне красивую подушку. Да, все. Спасибо. Хорошо. Она шевелится. Так, все, не шевелись. Короче, только начало еще нечего снимать. Здесь рядом сразу коллаборация спину делает. Я преследую. Не, не, нормально. Конкуренция, короче. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, смотрите, я вам хочу показать, какая херена миниатюрка. Так, ну это что надо мне? Вот палец, да? Вот, меньше большого палец, короче. Блин, темно тут, короче, ощущение. Там вот. Да, давай. Стой, вот. Здесь что есть? Так, кто тебе делал? О, все, получил. Мастер Янович Кален. Блин, да ты что тут? Да он, я покажу, что миниатюрка, он маленькой рукой смеет. Сука, блядь, весь кайф облавал. Постоим куча народу, куча, вот, ну, людей прям много, да, да, привет. И раздеваем. Так, закончил. Теперь ты еще не успел. Блин, надо тут все черным пройти. Просто вот как, да, вот с этой. Все черным. А, все будет черным, да. Вот, это хорошо. Все будет. Вот такие мои. Я хочу познакомить со звездой, со звездой мировой татуировки. Еще просто мало ее кто знает, но мы-то знаем талант. Сама еще об этом не знаю, видимо. Я не знаю, что я чуть-чуть зафокушую. Вот. Сколько времени у тебя вот идет на такую работу? Я думаю, до конца вечера как раз должна успеть все. Надеюсь. Просто очень много деталей, надо все проработать. Ну, я понимаю, да. Скажи, ты же краской работаешь, у тебя очень эффективно яркие работы. Ты можешь сказать, допустим, не знаю, вот, как тебе консистенция пигмента? Мне очень нравится. Комфортная. Ты же сравнивала, да, с чем-то другим? Ну, конечно. Смотрите, какие штуки продукты. Это не продается или продается? Это вот настоящий, да, носорог? И сколько он, интересно, стоит? С рукой размер дорого 500. 500. Вот это подешевле 100. А так, если коллекционерам, допустим, по приемлемой цене, что вот можно купить? Плюс 5%? Нет, нет, вообще, да, да. Ну, нет, коллекционерам. А вот вижу, цены. А все с ценами, да. Смотрите, какие-то готические штуки. Шкатулочки, сетички. Как вас найти? Купечереп. Купечереп.рф Лёха просил лампу 3 часа назад сомнетить. Да, мы в воздух. И я забыл. Сейчас мы красим, ничего не видно, покрасилось, нет, сейчас перенесем лампы. Отцветим это все. Пошел, пошел, пошел. Что, две ценки ставить или просто критерии? Вот так ставишь и проколосовываешься. Мы делаем вопрос, участие, и ступни. Мы остановим. Организаторы сами подойдут и им по хорошему опросу ставим. Красиво. А за один сеанс сделали? Да, за один. Делали единственное, запомнили вопрос, что они как-то летят. 20 часов делали? Да, без перерыва. По Булгакову, мастер и Маргарита. Ну да. Так мы с тобой покупаем, конечно, пиздец. Так мы с таким светом. Ты тебя можешь снять? Сколько сеансов делали? Шесть сеансов. Шесть сеансов. Шесть сеансов. Это кто Кушкин? Фредди Крюгер. Фредди, какие контрасты четкие. Далека. Поверни чуть-чуть руку, наверное. Очень красиво у вас. Серьезно, да? Да можно по уходу больше и меньше фона сделать. А он взял для фон, пиздец. Он по размеру фон как мастер. Не спорю. Согласаемся. Ребята, я не хочу наседать, но нам надо заканчивать салон. Ребята, мастер-кейли. Мастер-кейли. Он говорит, про секунду. Ты про места говоришь. Ну, я уже все. Ну, мы, короче, спорим. Кому дать первое, кому второе, третье место, это очень сложно. Валерия приехала и первый раз на фестивале просто смотришь. Да, как гость. Да, и пять лет работает, и говорит, страшно участвовать. А что страшно? Ну, потому что страшно, вот это все неизведенно. Все это такое интересное, новое. Ну, к новому сюда очень приходишь. Ну, короче, ты боишься, кто-то все скажет, что ну, что-то заходить. Не, я не боюсь, кто что скажет. Мне просто... Просто от того, что... Просто от того, что неизвестно, что не понимаешь, как что делать, как это все. Вот, только из-за этого и все. А так надо просто начать. Да, все, в следующем фестивале у тебя стоит. Да, буду обязательно. Добрый день. Антон, Алексей, что говоришь? Мы отлично. Что, вам времени хватает? Вы выспались? Другие друзья. Ну, не, еле встали. А долго добираетесь сюда? Час, беру, все. Да? И он на черновой беды, спасатели. Что вы сделали? Блядь, пиздец, это ничего. Только красить. Идея, вообще, пиздец. Это ты на БСТ делаешь? Да. Давай, желаем удачи. Спасибо большое. Как ты? Калинина Татова. Мы с вами на Магнитогорске виделись. Да, да. Ты там завоевала? Нет. Давай сегодня. Идея очень интересная. Что? Идея интересная очень. Спасибо большое. Я думаю, что мы сходить туда начинаем. Пояснить за графику. Мы не должны? Да, кстати, пояснить за график, кто мы должны, а то, что, как начнем, а никто и не поймет, что происходит иногда на сцене. Татуировка в стиле график. Это современный и очень модный стиль, наполненный вниманием деталям и деликатным элементам. Абстракция. Абстракция. Да, я по сути базируюсь на бензиновых разводах на воде и классическом японском стиле шуманагаши. Мы должны нашли губы идеальные элементы. Запоминайте их в бензон. Переходим в сервию. И я, с которым семья, номер 12 Максим готовится номер 19. На спину уходят, да? На спину уходят, да. Слушай, она шопу закрыла, я не знаю, что-то пока не видно было, показывает локосмейшку. Давайте покажем нашу татуировку, но там очень хорошо. Я прям, ты, потом все это работаю. Что-то есть. Как мастера ты зовут? Сережа. Какая? Сережа Лориус Тату. Сергей Бедгармус. Вот ты делаешь белые татуировки. Почему они так не востребованы? Мне кажется, что большее количество людей пока хочет делать на показ. То есть белые это все-таки больше для себя. А, вот интересно, кстати. Вот это вот мои мысли. Потому что есть ребята, допустим, мы больше, наверное, на молодых ориентируясь. Взрослые, они уже знают, чего хотят и куда хотят. А молодежь бывает, он сам голый и за первой татуировкой приходит, например, на это место на пич. Ну, это вот сразу, чтобы всем было видно. То есть белые это все-таки что-то, что ты увидишь, когда находишься с человеком либо рядом, либо совсем недалеко от него. Белые я доработаю и конкурент делаю, и получаются аккуратные переходы, растяжечки. Делаю от белого к прозрачному. И ну, что там рисуют? Что ты именно рисуешь? Ну, в данном случае у нас получается животные, птицы, природа. Привет, слушай, рад тебя видеть. Привет, Агент, тоже. Ты сегодня не работаешь? Я сегодня отдыхаю и веду лекцию. Вот, я хотел спросить про творчество, именно не только татуировки, а именно про ютуб. Как много это времени занимает, что тебя мотивирует и как часто ты, ну, как много времени посвящаешь этому? Я периодичностью с разной это делаю. Занимает это очень много сил. Много сил не столько съемки занимает, сколько придумать что-то интересное, чтобы мне было самой интересно рассказать и чтобы людям было интересно. И ютуб татуировщиков делится на тех, у кого для клиентов и на тех, у кого для начинающих татуировщиков. Поэтому я вот так мечусь, мне хочется и для тех, и для тех, и просто чтобы вообще люди разные смотрели. Вот, поэтому сил много и деньжат тоже, потому что я снимаю с оператором и это как бы бабки-бабки-бабки. Ну, а у тебя цель какая? Вот сейчас сколько у тебя уже подписчиков? У меня немного подписчиков, подписка 400, по-моему, на ютуб. Ну, и что, а цель какая? Сколько хочешь? Ну, знаешь, как шаги, типа, там следующий шаг сколько? Блин, ну, хочется, конечно, там, чтобы за серебряную кнопку ютуба уже получить. Ну, ты мне сразу такую огромную, не, давай, как ступеньки, следующая ступень. Слушай, ну, у меня нет цели именно подписчиков. То есть, ютуб на самом деле работает даже на маленькое количество подписчиков. Он работает на медийность даже при таком маленьком количестве людей. То есть, ко мне подходит, вот как раз, что меня мотивирует. Меня мотивирует поездки на этот фестиваль, потому что люди ко мне подходят. Я думаю, для кого я нахер это делаю вообще? А люди подходят, там, Яна, здрасте, мы же с вами сфотографироваться. Мы там в ваш ютуб. Я такая, ну, господи, вы же мои хорошие. Приколь, короче, это вдохновляет, когда тебя обратно? Это просто вдохновляет, это еще одна платформа для показывания себя. То есть, ютуб сейчас уже делают все, мне кажется, потому что это как вот для, как запрещенная сеть, как ВК, как Телеграм. То есть, это уже надо делать, я считаю, всем, потому что, ну, уже все эти шортсы, их уже снимают все, кому не лезет. Ну, шортсы это одно, а большой формат это другое. Ну, мне очень приятно, я помню, когда мы с тобой разговаривали про медийность и то, что ты дальше-дальше идешь, немножко чувствуешь, что свое влияние, что немножко тебя вдохновил. Да, мой первый вообще движуха, типа фестиваля, ну, можно так сказать, что фестиваль, это была как раз тату, битва, батл, да, у Вази Суворова в студии. Нужно было за три часа сделать миниатюрку, это вот было мое первое такое мероприятие, я прям кайфанула. И после этого начала ездить на конвенцию, так что тебе тоже спасибо большое. Все супер, очень рад был тебя видеть. Все, ЕКБ, большой привет. Ты можешь свой ютуб канал про рекламирование, как его назвать? Ну, конечно, подписывайтесь на мой канал, Арт Боярова, он называется, я оставлю ссылочки все в описании. Хожу знакомлюсь с фестивалей, смотрите, какие красивые люди из Уфты. А ты чем занимаешься? Занимаюсь всем. Ну, как все мастера, да? Как и все мастера, да, как и большинство мастеров, мы бьем поточно, бьем все, что просят. А что в Уфте, что там, сколько у вас тату-студии, не знаю, сколько населения? Да, достаточно много населения, в районе 100к человек, это как примерно район Москвы, у нас это весь город. Давай покажем, кто и работают, как я делаю. Большие, интересные проекты. Это мы сделали за два сеанса, работаю достаточно быстро, я думаю, относительно других. Делаем цветные, здесь перекрытие, вот здесь где-то спрятана надпись, она достаточно большая и темная. Мы ее закрыли. А ты почему на фестивале не участвовал? Не участвовал в фестивале, потому что, да, безумно страшно, стиля как своего, как такового нет. Хотелось бы сначала что-то выработать, наверное. А по поводу онлайн-фестиваля, что вы нашли где-то, понимаешь? Хотели поучаствовать, да, хочу поучаствовать очень сильно. Ну, давай в октябре. Обязательно. На самом деле, да, очень интересно. В этом году поучаствовала в другом онлайн-фестивале, было безумно страшно. Просто до усрачек страшно было. Все, давай, у меня тут зафиксировано, что ты больше участвовал. Все, да, хорошо. В третьем, шикарных, талантливых людей. И, пользуясь возможностью, хочу записать, спросить, где вы вдохновляетесь? От своих клиентов я вдохновляюсь. На самом деле, весь поток моей работы происходит через идею клиента. Следующая уже генерация проекта, она происходит, либо через рефикансы. Но то же вдохновение, оно может только прийти извне. То есть, это природные явления, какие-то сторонние арты, или работы художников, и работы коллег. Ну вот. То есть, и татуировки, и эскизы. Ну вот, если, допустим, природа, то есть, ты любишь путешествовать, получается, и смотреть? Или, там, не знаю, по телеку посмотрел его прикольно природа? Вся суть японской татуировки, что там, в большинстве своем, мы строятся на фундаменте, как на фонах. Фоны, это как фундамент. Фоны себя представляют, даже названия, они имеют природных явлений. Соответственно, все замешано на стихиях. Это и вода, и воздух основные. Также, там, земля, почва, там, в виде камней. Огненные стихии. Все, в принципе, как в пятом элементе. Так, ну, замут происходит. И какие-то персонажи. Есть целые костюмы, просто состоящие из стихий. То есть, японские волны с раскиданной сакурой по всему телу смотрятся классно, эгономично. И очень интересно взаимодействие с анатомией человека. А ты смотришь каких-то, ну, не знаю, арты японские или японских мастеров? Именно где вот эти, передачи вот этого, допустим, ветра и волны, где посмотреть, как вот они изящные, где ты вот, не знаю, кругозор расширяешь? Даже, там, пару веков назад, там, ребятки рисовали очень кутуриные проекты. Круто, да? Да. И, в принципе, японская татуировка пришла из резьбы по дереву. По сути, резьба линокравюр. И те мастера, которые начинали делать татуировки, они были до этого речиками. Корень – это речик. Это такой титул для японского татуировщика. И, в целом, они также художники, которые рисовали, там, кусая, например, все знают, да? Очень распространенная его волна. Это все было методом наблюдения за природой. И, в принципе, японская татуировка это все и перекочевало. И в дальнейшем уже идут стилизации, которые отталкиваются от традиционной. Можно, да, не знаю, сделать холодильник в японских волнах, по сути. И это будет выглядеть классно. Ты где вдохновляешься? Ну, я, наверное, как любой другой человек, вдохновляюсь окружающей какой-то действительностью. У меня работает так, что я могу, не знаю, смотреть какой-нибудь фильм, сериал, дораму, читать мангу. И у меня куча, например, скриновка на телефоне, либо на айпаде, где есть какие-то просто прикольные моменты по ракурсу, по туражу, идеи. А потом это картины художников. Мне нравится в графику, которую делаю, добавлять элементы не от рада. И не только смотрю татуировщиков, не от традиционалистов, но и, например, на альфон Симуха, который делает эти потрясающие, как на волны похожие формы. Она очень круто вписывается в графику. Японская татуировка, в том числе гравюра, меня вдохновляет. Мне нравятся, мне кажется, цветы. Не рисовать их просто топорно, а добавляйте им пластику, например, гипотских волнышков. Вот эти прожилки, они были как волны. То есть я просто окружающей действительностью. Так, давай познакомьтесь. Как зовут, откуда? Меня зовут Алтуша Евгена, Каужская область, город Людиного. Да, и это очень интересно. Она работает и делает коричневые татуировки коричневым цветом. То есть вот один сепий. И я говорю, я такого ни разу не встречал, это очень интересно. Ты можешь рассказать, почему тебе нравится, и потом какие-нибудь твои работы с кинешми, я их здесь напубликую. Мне нравятся коричневые татуировки, потому что они очень естественно смотрятся на коже. Почему-то у людей ассоциация, что татуировка должна быть черная, иногда даже и синяя черная, вот ассоциация с 90. А коричневая татуировка, мне нравится, как она ведет себя на разных оттенках кожи. То есть если оттенок желтый, желтоватый, смуглый, один цвет идет. Если ведет бледная кожа, другой, я видела, что один и тот же цвет, коричневый, одна и тот же пигмент идет, где-то коричневая, то желтый, где-то уходит в бордовый. Были случаи, когда даже приходили клиенты и рассказывали о том, что даже когда состояние у них плохое, здоровое, плохое, коричневая татуировка уходила у кого-то в бордовый, у кого-то почти в черный цвет. И мне это очень нравится, я считаю, что вот это вот, во-первых, более естественно, более индивидуально, как-то более лично, если это влияет на кожу. Это даже может, знаешь, как некий терморит, потому что... Да, как и месистый камень, это естественно, вот такая, по крайней мере, у меня, вот я с этим столкнулась. Если бы мне кто-то сказал, я бы, конечно, не поверила. Но я всем советую коричневой татуировки, это смотри. Давай твою, которую ты сама себе сделала, покажем на ноге. Сейчас, скажи. Тут важно, что это, что он по мужу, скучаешь, да, муж с командировки? Да, у меня муж с командировки на полгода, я его зову Зайей. И для меня вот эта татуировочка очень много-много значит. Это как бы он ближе ко мне стал. Очень мило, кстати. Спасибо тебе. Я предлагаю тебе развивать этот стиль, и очень интересно. Спасибо. Я благодарю. Здесь у нас парни делают коллаборацию. Справа бокс, какие-то злые, ну, грустные, вернее, не так, а грустные люди. Я говорю, что такие грустные? Все, продали, ничего не осталось. И смотрите, ну, типа цены, очень приятные цены за такую ручную работу. Ну, смотрите, 7 тысяч всего вот такая, что-то. Это с доской, да, вот на доске? Вот, 5 тысяч вот такая вот. А из чего это делаете вы? Пластик. Пластик. Ну, 3-пластик. Нет, лепите. Лепите, да. Ну, и вот если, что можно заказать будет? Как вас найти-то в интернете? На зоне ВКонтакте, Ега Маска. Давай, Ега? Ега Маска. Ега Маска. Ну, все, надеюсь, у вас что-нибудь купят. Короче, если будете что-то у нее заказывать, скажите привет от Субарова. А вот такие маски 1000 рублей, да? Все, Ега Маска. Мое имя Иван Бухаров, я режиссер фильма «Коверап. Искусство обмана», который, я так понимаю, я вам из прошлого веща. 22 апреля у нас состоялась, ну, на самом деле, состоится премьера в Москве. Вот. Увидеть вы его сможете только через месяц на канале «Паскил и Тату». Фильм не совсем про только исправление татуировок, как можно из названия подумать, да? «Коверап», как бы «Тату-Коверап». На самом деле там много психологии, философии, истории людей, которые так или иначе вписались в кабалу исправления, да, и куда-то их там никуда повело. И, опять же, не всегда исправляют только «Партаки», иногда исправляют и крутые татуировки, но почему-то вот такая насленность возникает. Причины тоже могут быть разные. Фильмы об этом очень много всяких интересных историй, поворотов. В общем, участие принимали самые громкие имена. «Старая гвардия», «Олег Турянский», «Паша Ангел», «Макс Кор», «Лена Паски», «Вова Череп», «Боюсь кого-то забыть», «Влад Влад» тоже у нас в качестве спикера выступал, «Саныч». Ну, в общем, Карина Куба. Список можно еще продолжать, я не хочу никого обижать, затягивать свою речь. В общем, Василий вам, если что, даст ссылочку, и более подробно можно узнать об этом. Спасибо. Карина, она согласилась, да, вот тоже вопрос. Нет плохих стилей, есть херовые художники. Если у мастера интересное видение, то можно, в принципе, в любой татуировке найти темное пятно и закрыть имеющуюся татуировку. Кавер, он такой, немножко похож на волшебство. Крутой выход из-за какой-то не очень приятной ситуации. Это Иван, вы вот звонили по поводу исправления татуировки на спине. Да, добрый день, Иван, да, звонила. Хочу предложить вам эксперимент. Это офигенно. Раз, два, три. Раз, два, три. Я встретился с Олей. Всем привет. И сейчас буду вас с ней тоже знакомить. И мы как раз пройдемся по фестивалю, посмотрим то, что делает, если что-то интересно, и поболтаем, расскажешь, чем ты занимаешься. Очень красивая, яркая девчонка, да? Конечно. Ну давай, Олёна, скажи о себе. Ну, с Васей я знакома больше, наверное, шести лет. Познакомились мы на неконвенции в Питере. Вместе там отдыхали, связали нас, в принципе, татуировки. Многочисленные на моем теле точно не последние. Обожаю людей с татуировками, те, у кого нет, и им просто не доверяю. А ты дашь мне для этого YouTube-ролика самое красивое видео, где у тебя там татуировки видно? Ну, в принципе, может. Если это наберет максимум просмотров, да. Все, давай. Супер. Ну, давай сейчас расскажи, чем ты занимаешься, ну, кто ты с точки зрения творчества там или бизнеса вообще. И пойдем смотреть, и я буду... Звук записывается. Да, хорошо. Ну, собственно говоря, я занимаюсь более 15 лет машинами, автобизнесом, точнее. Более 7 лет я занимаюсь... Пойдем сюда вот куда-нибудь. Я надеюсь, это Олег. И, соответственно, столкнулась с той проблемой, когда у нас случились некоторые проблемы с внешним миром, так скажем, что у нас ушло огромное количество брендов в качественной одежде. И пришла с молодым человеком идея в собственный бренд. В собственный бренд именно качественной одежды, которой сейчас мало. Огромное количество одежды на Балберрисе, куда, в принципе, все покупают, но качество заставляет желать лучшего. Ну, и что вы шьете? Что вы сшили уже? У шьете костюмы, худи, свитшоты. То есть это свободная одежда, которая, в принципе, и кэжу, и одежда, которая для спорта подходит. У нас сейчас линейка расширяется, потому что мы только стартанули. На мне, кстати, наш бренд для девочек. А ценники какие? Ценники более чем демократичные. Например, за костюм, хороший костюм, штаны свитшот или штаны худи, он стоит в районе 20%. У нас вся вышивка нашего бренда, она вся фабричная. Она вся, соответственно, может быть, что это вышивка, это не наклейка. Ну да, да. Вот, сами все это носим. Как стирать? Стирать, обычно, стиральные машинки можно при 40 градусах вообще свободно. Планы, а где вас найти? Сейчас будем пополнять коллекцию, исходя из наших самих потребностей, что мы сами носим и что, в принципе, люди хотят видеть. Вот, качество будет лучшее, это я гарантирую. Также занимаемся еще браслетами, их можно увидеть, многочисленные, которые я ношу. Ну, мне тоже подогнали. Да, большинство браслетов из натуральных камней. Молодой человек, который этим занимается, соответственно, он в этом разбирается. Какие камни можно сочетать, какие можно не сочетать. Для тех, кто не может выйти замуж, можете заказать у меня браслеты, мы поможем. Для кого нужно привлечение денег, тоже такие браслеты у нас появятся. Порча с глаз, и у меня все подберем. Вася, оставить все ссылочки, можно будет подписывать, лично общаться. Я всем отвечу на любой вопрос. В самом начале, и можно попросить, чтобы поддержали тебя, ребята, кто смотрит. Да, да. Встретились со старыми знакомыми, спросил, говорю, что, как сделать так, чтобы, ну, шорты заходили. Он говорит, просто снимайте интересную. Ну, ну, как же я сказал, по динамитике, по качеству. Ну, ну, блядь, говорит, вот этот странный монтаж, я говорю, это, блядь, моя тема, вообще странный монтаж, блядь. Слушай, я тебе расскажу, как я делаю, потому что, на самом деле, там костов немного. Надо просто схему понимать. Да, я просто схему, похоже, не понимаю. Меня зовут Шольтин, я реалист, участник многих фестивалей, очень стараюсь ездить, куда только получится. Развиваюсь уже 13 лет в этой жизни. Супер. Так, хочу спросить, вот ты 13 лет работаешь, как ты вдохновляешься, что тебя вдохновляет творить? Есть какие-то интересные вещи? Меня большей частью вдохновляют всегда, то есть, идеи клиента, прежде всего. То есть, хотя бы минимальное какое-то зерно, оно дает простор для творчества, и ты уже можешь что-то собрать из этого. То есть, что-то подчеркнуть от идеи клиента, начиная, и дальше ты ее развиваешь самостоятельно, делаешь свой, там, проект, дизайн, и уже воплощаешь его так, как ты видишь, так, как тебе кажется, что это будет лучше выглядеть. Ну, иногда есть какие-то вещи, которые хочется самому реализовать, но это от ситуации зависит, потому что есть люди, у которых нет идей вообще в голове, и ты начинаешь уже их прям выуживать или самостоятельно что-то предлагать. Ты гонял на фестиваль в Сахалин, там говорили, что проводился первый фестиваль на Сахалине, это же очень далеко. То есть, ты, получается, купил билеты и полетел. Расскажи, ну, как, что там было? Да, я с организатором фестиваля, собственно, знаком давно уже, познакомились также на дату фестиваля, и она позвала туда судить, собственно, съездили, да, купили билеты, съездили. Это очень маленький фестиваль получился, именно для дальневосточных мастеров, по большей части, и 30 человек участников с зажившими работами было чуть больше, наверное, народа. И в целом все прошло по организации и по проведению, все хорошо. То есть, судьи были приглашены, очень именитые ребята, в принципе, то есть, я рад был с ними тоже там находиться. Хорошее было автопати, опять же, после, и лекторий на следующий день, то есть, для отдельных людей, кто купил билет, соответственно, на лекторий, проводились полезные достаточно лекции с интересной информацией. А работы интересные ты увидел такие, типа, вау, было у тебя такое? Ну, там сложновато, там все-таки фестиваль был больше такой на начинающих мастеров, чтобы их заинтересовать. То есть, работы, в принципе, с интересными идеями были, то есть, над качеством, то есть, надо работать долгое время, то есть, это не один, не два года. Ну, ты в следующем году поедешь? Ну, если бы, допустим, тебя пригласили бы там, ты бы поехал? Да, наверное, да. Ну, все, может, тоже поедем, да? Надо продвигать эту культуру. Конечно, везде, в разных уголках России. Всего спасибо, рад был тебя видеть. Да, ползаю. Ну, и что ты посоветуешь на фестивале бейсболом не пользоваться, да? Вообще лучше не пользоваться. Максимум в конце кусочек малюсенький. Спасибо, ребята. Позже не успею. Позже не плачет. Безда, надо, сколько плак. Безда, надо, сколько плак. Ну, а что у нас? На Best of the day? Да. ЧВ или портрет, что-то будет? Какая там номинация, я просто не знаю. Если будет портрет, если наберутся или где-то почему-то нет, да. А если, как у них это работает, если не набирается? Красивая работа. Мне вообще ваш букс понравился, я пришел. Ну, вы такие молодцы, охуенно студию свою представили. У вас же серия студий, да, там две или три. В Омске и в Москве. А ты откуда, из Москвы? В Москве. Ты очень талантливая, симпатичная. Спасибо. Ты такая с фонариком, да? Как крот. Очень аккуратно. Спасибо. Это ты на Best of Day, да, делаешь? Да, на Best of Day. Желаем победы. Спасибо. Спасибо, поддержки. Да, да, я... Пожелаем ей взять награду, да. Победила всех, конечно. Я точно знаю, что если жена тебя поддерживает, половинка твоя, то шансов развиться гораздо больше, и, ну, как бы, возможностей, то есть оперативные ответы, помочь нам с советом, с критикой. Ну, вот как это может в совет преобразить? Не стесняться, не бояться. Я надеюсь, я думаю, что Василий сам поддержит, а жена двигатель. Вот. Советоваться во всем и думать вообще, что с этим делать вместе, а не просто в своей голове что-то придумать и сделать стихушку. Да, обязательно к посещению приходить на фестивали, общаться с мастерами разного уровня, смотреть их работы, коммуницировать. Вот эта комьюнити, это всегда очень вдохновляет. Поэтому welcome. Ну, вот доску они еще дали, короче, машинку, короче, холдер дали. Вот за эту спину выиграли, да? Нет, нет. А ты что, что не заняла? Они сказали, что типа они бы выбрали ее, если бы его не было. Они не могли выбрать. А, то есть между двумя спинами решали? Блин, вы такие молодцы, поддержали его, очень круто. Технично хорошо. Ну, ты доволен, что принес награду своему мастеру? Не я принес, он сам себе все принес. Ну, ты терпел, ты приехал, поддержал его. Я исключительно как холст выступал. Молодец. Ты рада? Я паху, я просто. И все, вот. О, очень круто. Такие награды, ты как их повезешь? Я не знаю, но сейчас приедут на грузовике походу. Мы еще участвуем в еще одном конкурсе сейчас. Если я еще что-то возьму, я вообще в шоке буду. Красавчик, поздравляю. Ну, у нас вообще началось с того, что мы в одной студии работали. И я подбирала себе мастера для первой татуировки вообще в своей жизни. Вот это была первая. Вот это была первая. Я ничего не могла найти, что мне нравится. Мне еще важно было, чтобы человек был комфортный в общении. Да, вот разговаривал, чтобы... И так случилось, что он попросил меня спину привезти по площади. И мы с ним так-то общались. И мне стало понятно, что он очень комфортный в общении. Я хочу, в принципе, у него сделать татуировку. Я вот сделала первую татуировку, а потом все, он закрутил. Да, и как-то... И вообще вот спина вот эта спонтанно случилась. Спина? Он спонтанно сел. Вообще не было, да. Он спонтанно сел. Он спитывал мне скетч еще, недоработанный. Я уже просто... А, ты сам как бы его... Да, я... Да, я просто... Нет, я нарисовал, говорю, блин, тебе как будто под... А в итоге у меня отвалился клиент, который должен был быть с другой спиной на этом фестивале. Он отменил вообще все свои 10 сеансов. И я ее записал на его сеанс. То есть получается, он нарисовал... Ты нарисовал эскизы. Просто как бы на оценку. Да, да, да. Она охренела. Ты не любилась, ты не любила. Давай сделаем, да? Да. То есть это причина рисовать эскизы? Ну да, да. Прям каждый день, прям день и ночь рисовать. Чем больше ты рисуешь, тем больше ты даешь людям показать, что ты умеешь. Бля, это очень крутой совет. И просто некоторые... Да, я не знаю. Вот так все мастера, вот кто вот реально такой, как вот набить стил, рисуйте, блядь. Просто без конца. Рисуйте и, блядь, все будет заебисно. А как, ну вот давай, допустим, у тебя график сложный, как ты сейчас рисуешь? По ночам. После работы. После работы. После работы он приходит и рисует. Я меньше сплю, но мне хочется, я даже не устаю, мне морально очень хочется вот что-то еще новое там создать, показать. они они в сумке вот вот в этой где череп короче очень круто рисовать больше прям огромный я рад очень поделиться образом вообще очень круто прям рисование для меня это вообще наверное смысл жизни значения раньше вообще хотел продавать картин и я всегда хотел рисовать а татуировка это очень и раньше я до у метро там переездов там торговал картинами там артами и просто там люди проходили вообще очень мало кто брал они просто такие хочу непонятно типа то что стиль такой специфический все поймут вот и вот с того момента видимо это очень во мне давала вот стимул все больше вот ну в стену вот эту биться какой-то вот какого-то не понимание людей не признание вот этого потому что ну я всю жизнь где бы я не участвовал там конкурсах я ничего не занимал никогда вообще никогда это первый раз моей жизни да я просто я вообще в шоке я вот одно место сейчас вот это новое имя фестиваль еще не ожидал там девушка которая дает презенты ко мне очень хотел сделать приятно прям вот охуенные люди что они вот прям видят ну наверно таких вот творческих которым это нужно вот это моральное больше мара не физически там не матери а морально вот это вот желание и вот прям респектом вообще вот за такую отдачу что это реально вот существует все честно блять они видят видят таких людей у меня очень большое желание если у человека появится это желание он сможет развить даже с нуля даже если он но я вот сама учка я сама учка я вообще не рисовал не типа не художки я не ходил я просто очень хотел учиться я вот продолжаю я я не сказал что прям блять там да винчи но это без это бессонные ночи это бессонные ночи и мои клиенты которые терпели всю эту боль и трудился также да у нас мы до 6 часов утра могли сидеть работать то есть ну мне без разницы сколько когда я работаю я хочу работать все что ребята укладываетесь да все сделали почти осталось там полчасика вообще где ваши эти там соцсети мы давайте вашу работу очень детально аккуратно просто посмотрите как стиль можно назвать придумаете его название это и чеканая япония да погнали очень работа круто смотрится ли ты хорошо поработали а ты хорошо потерпел ты очень молодец вообще красава она сама повернись попой стоп стоп теперь чуть передам еще 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 стоп Сергей я Василиса Левард я работаю в реализме работаю уже 10 лет почти а вообще из Ростова сейчас работаю в Москве меня можно найти в Москве и записаться на сеансы что меня вдохновляет продолжать участвовать во первых у меня гештальт такой незакрытый у меня были первые места за best of day а еще за best of show не было не было да было третье место вот коллаборации у меня тоже не было то есть я просто хочу как-то очистки собираю себе но мне это важно вообще у меня бывают всякие выгорания хочется бросить татуировку ага да я две недели назад хотела бросить но я нахожу все силы и как-то вот сейчас вдохновляюсь просто поняла что как-то нашла свою сферу то есть начала делать девочек с котиками то есть мне просто нравилось всегда делать портреты и котиков и я такая блядь можно просто делать девочек с котиками ну по факту нужно отвлекаться от работы то есть чтобы работа твоя это же наше любимое дело чтобы она не превращалась в рутину то есть надо забивать на время уходить в тотальный отдых то есть не работать мы же это то мастера постоянно работаем как целыми сутками то есть мы приходим с работы делаем москвиз отвечаем людям вот надо прям полностью отдыхать пробовать заниматься какими-то другими делами я считаю и ну в общем не насиловать себя чтобы она оставалась в удовольствии то есть не хочется сейчас вот лучше отдохни нужно постоянно что-то пробовать я еще топлю за то чтобы я была мастером универсалом я пробовала все стили я могу сделать идеально и контура и все что угодно это мне позволяет вот мешать экспериментировать да я считаю нужно пробовать все больше опыта больше ездить больше общения с тату-мастерами разными и споты тату-фестивали не знаю поездки за границу что угодно подайте за любые возможности общайтесь и я думаю что получается коммуникабельность и выходить из зоны комфорта находить себе какие-то приключения на жопу короче не быть самым сильным в комнате самым сильным вот круто мне нравится быть самым сильным если ты в Ухте лучший мастер то тебе явно надо переезжать туда где ты будешь добном и стремиться как бы все ребята круто спасибо вот это очень мажный совет кстати подошел мастер с которым я делала коллаборацию у меня вопрос как как можно вот допустим я там работаю в екатеринбурге как выйти на коллаборацию с Василисой как вообще это происходит может совет какой-то дать ну допустим я хороший мастер на своей голове и ну я хочу выйти вот на какое-то сотрудничество там не знаю ну что-то сделать больше как вот что ты посоветуешь как выйти лучше всего конечно познакомиться лично где-то на фестивале либо там допустим после фестиваля на автопате либо приехать на господ студию и там уже познакомиться с мастером то есть тут если допустим хочется какой-то конкретный мастер можно выбрать студию приехать туда на квест познакомиться заобщаться как-то ну и уже потом договариваться о коллаборации либо можно прям в тупую написать давай сделаем коллаб то есть такое тоже работает ну если ты плюс-минус какой-то известный допустим мастер если у тебя есть какая-то медийность то никто не отказывается все только за сотрудничество как правило коллаборация да и вот ты скажи ты сейчас участвует в фестивале в москве как выйти из уровня допустим я там работаю где-то в кирове ну короче работа у меня там работа есть как перейти на уровень что я хочу участвовать московском фестивале а я хочу победить ты не можешь отследить в прошлое если глянуть что заставило тебя кстати пойти в лет соревноваться ну я первый раз просто приехал на фестиваль офигел вообще того как все происходит потому что ну на тот момент я работал в такой достаточно ну такой олдовой студии там мало кто вообще занимался каким-либо развитием в принципе я посмотрел как вообще работают люди как вообще может быть в принципе в тот у нас происходить все мне это просто башкучный слот я понял что я хочу так же потом через некоторое время когда я мне показалось что я дорос по скилу я поехал на фестиваль но я поехал в тухую один просто снял бокс я там никого не знал ни с кем не знакомился я еще и снял его на два дня я там делал бестном шоу ну и соответственно я просто ни с кем не познакомился я работал я ничего еще и не взял просто скатался грубо говоря в пустую потом на следующие разы я уже начал ездить с разными ребятами вместе там есть вот куча ребят они делают ну просто чтобы мастерам которые хотят поехать первый раз там либо начинающие какие-то но хотят поучаствовать они помогают именно в организации общего вот какого-то движа такого то есть чтобы не париться там по поводу момента что будешь один что что-то забудешь в том случае помогут подскажут вот и потом со временем можно как раз в виде коллаборации ездить это тоже очень помогает то есть ну надо как-то половину работать и сделать половину сделает другой мастер это в любом случае проще ну и результат интереснее может получиться вот можно в одного также потом будет уже есть выставляться ну все постепенно постепенно чуть-чуть главное начинайте главное едьте не бойтесь и знакомьтесь как можно большим количеством людей давайте Продолжение следует... Меня зовут Екатерина Филатова, я мастер из города Луганск. Вот сегодня на Московском тату-фестивале. Я сейчас быстренько покажу твою работу, сейчас ракурс поймаю. Или в принципе я снял, я наверное вставлю. Мне просто, знаешь, что интересно, как вообще сейчас в Луганске тату-фестивале делают, как тату-салоны. Ну, сложно же сейчас время. Как-то мне там тебя, чтобы снимать. Сейчас я, наверное, ее сниму. Я просто, ну, вообще хочу, знаешь, как-то порекламировать тебя, познакомить со своей аудиторией. Хочу спросить, как вы сейчас в это, ну, трудное время достаточно, в Луганске там, сколько у вас тату-салонов? Нисколько даже, не в количестве. Как вот клиенты приходят, как вот вы творите? Ну, я являюсь владельцем студии. И скажу так, основная часть, конечно, клиентов, это приезжие люди и люди, которые как-либо связаны с операцией. С операцией, да. Ну, помимо военных, еще есть специалисты, которые, например, приехали восстанавливать город. А, да, да. Да, но в основном, конечно, это мужчины, в основном военные. Хит сезона это скорпионы, поэтому... Ну, их еще военные подразделения, наверное, да? Это реже. А, реже? Скорпион, атакующий, в определенном ракурсе это уже прямо с закрытыми глазами будет сделано. А вот эти, медведь там или там воин? Медведь, наверное, следующий. Гладиаторов все хотят. И как ты решилась в Москву на фест приехать, победить? Как выйти с уровня среднего мастера в победителя? Ну, как минимум претендента на победителя на фестивале? Что толчок дает? Мне кажется, я просто хочу быть лучшим. Это цель для себя. Амбиции? Да, это амбиции. Я хочу развиваться. Мне, на самом деле, немножко грустно, что с Дуганской никто из мастеров ни разу не участвовал в конвенциях. Поэтому хочется быть одной из первых. Ну, прикольно. Мне очень приятно познакомиться с тобой. И очень хочется, чтобы ты взяла какую-нибудь награду. Ну, если даже награду не возьмешь, я у себя в YouTube-канале, познакомлю тебя со своим аудиторией. Ребята, подписывайтесь на нее, мы ссылки прикрепим на соцсети. Ну, и работа шикарная. Спасибо большое. Очень приятно услышать. Можно группу еще. Можно группу еще. Надо раскручивать. Ребята, подписывайтесь на особые приметы. Тату Луганск. Давайте поддержим наших красивых девчонок. Конвенция как? Конвенция замечательная. Два дня конвенции. Честно, больше всего понравилось, что площадку поменяли. Потому что предыдущая, когда мы как кильки в бочке толкались жопами, было тесновато. В этот раз все гораздо масштабнее, круче и занес, которые мерь, нюансами. Типа звук. В целом хорошо. Нормально. Ну, майк, ничего. Для меня? Ну, давай, про конвенцию скучи, да. А потом, когда, правда, гневенную. Я очень удивилась, на самом деле, тому, сколько людей пошли в номинацию коллаборации и в номинацию Best of Show. То есть, если раньше это было 3-4 человека, а там максимум 5-6, то сейчас 25 человек было коллабораций. 25 или около 25, Best of Show, то есть люди не хотят уже Best of Day, они хотят, потому что какие-то масштабные, большие проекты, это очень круто. Это очень мотивирует, ребята развиваются, у нас тут очень много крутых татуировщиков. Вообще, в целом, много татуировщиков, это реально круто, это вдохновляет, кстати. Да? Да. Вот у тебя есть вопрос. Ну, вдохновляет всем. На самом деле, отвечать же уже пора на вопрос, откуда мы... Что там вдохновляет? Что нас вдохновляет? Меня вдохновляет, на самом деле, без шуток, тату-песты. Вдохновляет очень. И очень сильно вдохновляет не только такие крупные, как этот, но и региональные. Мы уже миллион раз были на разных. Да. Они есть плохие, хорошие, но стало очень много маленьких, семейных, но очень крутых тату-пестов. И там вдохновляешься еще больше, потому что на больших фестах в основном ты уже всех знаешь и видел. То есть это такие, как такие тусовочки между собой, таких гуру. А там ты видишь молодых, талантливых мастеров, от которых, на самом деле, подпитываешься еще больше, чем от каких-то именитых. Вот я за это таплю больше. Ну, ты, получается, согласна. Конечно, потому что именитые, ну что с них взять? Они ходят на пафосе уже, там, не знаю, в очках, не здороваются. А молодые ребята, у них еще есть этот огонь. На них смотришь... Задор. Да, и хочется тоже так же светиться, как они. Пожалуйста. Что у города? Ибаново. Ибаново, да. Смотрите, она какие шикарные работы делает. Блин, ну, сейчас покажу, что ли. Ты искусственную кожу тоже выставляла? Да. Что, заняла что-нибудь? Ничего. Опять тебя засудили, что ли? Что за подстава? Я не знаю. Устала, но очень круто. Мне все понравилось, потому что на огромной площадке работает куча классных творческих людей. Просто участвовать в этом. Я не знаю. Ну ты же даже не выходила, ни с кем не пообщалась. Нет, я на многих... Перерывок? Да, на многих... Да, на многих... Вот, естественно, вот. Классный ребят. То есть ты рассчитываешь за такую огромную работу для Best of Day, да? Да? Я не знаю. Вот моя модель Дима сказал, что меня похвалили. Нет, работа офигенная. Ну, блядь, она просто... Ну, вчерашнюю мою тоже похвалили, но я ничего не заняла. Почти нет. Надо для тебя специальную номинацию выбрать. Типа Best of Day миниатюрный реализм. Потому что это очень сложно. Да, да. Согласен. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok